Здравствуйте, друзья! Если вы уже такие сильно наблюдательные с утра, видите две бороды в кадре, это значит всё правильно! Меня зовут Андрей Глибов, это Игорь Коркин, и мы сегодня будем снова что-то мастерить, что именно? Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем мастерить вешалку для одежды и всяких необходимых мелочей, которые вечно теряются где-то в прихожей. Для этого мы сегодня используем обрезки фанеры. Так, это не нужный обрезок. Но что-то из этого нам пригодится. И основной наш инструмент сегодня будет вот это вот. Это называется Dada-диск. Это специальный диск, который используется для проделывания пазов любой необходимой ширины. Как это работает, через несколько минут вы увидите. Вот в этом наборе много дисков. Есть диски, которые похожи на обычные пильные, но их особенность в том, что зуб не наклонный, зуб прямой. То есть, когда мы делаем прорезь этим диском, ее донышко, основание этого паза имеет строго прямоугольный профиль. В табличке у нас указаны размеры пазов, которые мы можем получить, используя различные комбинации дисков. Я хочу получить 15 миллиметров. Я думаю, что 15 миллиметров будет вполне достаточно. Первый паз, который мы сделали, под углом 15 градусов. И вот теперь можно внимательно посмотреть и увидеть, что в сечении он абсолютно прямоугольный, но он весь равномерно завален на 15 градусов. Если мы пилим обычным диском, у которого зубья поочередно наклонены влево и вправо для большей чистоты реза, у нас один зуб срезает вот так, второй зуб срезает вот так, и у нас получается здесь такая, короче, да, такие треугольные призмы получаются. Еще 100 миллиметров. Резали, резали и, наконец, дорезали. Что дальше? Ну, дальше эта эконом-панель пока не очень похожа на вешалку, но... Вообще не похожа, я тебе так скажу. Значит, нам необходимо сделать крючки и полки. Мы их сделаем из той же самой 21 фанеры, из которой у нас сделана основа, и они будут вставляться вот таким образом. Для того, чтобы придать эстетику, чтобы у нас получилась не гаражная поделка, а дизайнерская вещь, нам необходимо верхнюю поверхность полки сделать горизонтальной. И это мы сделаем с помощью той же самой пилы. Мы, в принципе, от нее сегодня отходить и не будем. Я оставил угол 15 градусов, который я выставлял, потому что если мы выпрямим, потом опять наклоним, то мы можем получить погрешность этого самого угла. А нам необходимо сделать резы строго под тем же углом, для того, чтобы у нас потом все детали, которые мы будем вставлять в нашу панель, были строго под 90 градусов. Моя задача сейчас сделать тонкую деталь, сделать ее без лишних людских потерь, давай сразу скажем. И не повредить при этом, потому что у нас получается тонкая кромка, которая может провалиться между диском и вкладышем. Поэтому я на коленочке из подручных средств делаю вот такую вот направляющую, которая позволит нам провести заготовку параллельно диску на заданной высоте, не рискуя ее уронить в стол. Вот, все, сказал, сформулировал. Отстаньте от меня, буду дальше пилить. Мы напилили с тобой ключочки. Вспоминаем, что же мы хотели сделать. Мы хотели сделать вешалку, универсальную модульную вешалку, которую можно комбинировать так, как нам этого хочется. Почти готовая дизайнерская вещь, осталось ее немного отшлифовать. После окончательной шлифовки мы еще раз собираем нашу конструкцию, для того, чтобы вновь восхититься ее прекрасным внешним видом, для того, чтобы провести полевые испытания. Ты же сейчас ее заберешь к себе в офис, и там вы будете складывать на нее очки, вешать шапочки, перчаточки. В общем, берите пример, делайте простые, изысканные, стильные вещи. Друзья, за эту вещь мы благодарим Игоря Коркина. Все это дело вам показывал Андрей Грибов, Константин Фролов. Смотрите «Утро на Енисеи» и классные вещи мастерить. Слушай, очень классно получилось. Я знаю, я всегда это делаю. Да, ты молодец, ты молодец. Еще и скромный. Слушай, это делалų. Слушай, как живут.